Доброе утро, это Дианна, больше известная как Мама, на канале моего мужа. Школа конюхов с сухого ручья. Несколько раз меня просили разные люди начать свой канал. А я не очень уютно чувствую себя по всю сторону видеокамеры, но я попытаюсь, и мы посмотрим, как она пойдет. Мой муж сделал видео про 5 вещей, которые я бы хотел, чтобы моя жена знала обо мне, до того, как мы поженились или в начале нашего брака. И вот, со своей стороны, 5 фактов, 5 вещей, которые я бы хотела, чтобы мой муж знал обо мне в начале нашего брака, которые немного облегчили бы нам жизнь. Итак, я записала мои пункты. И первое, что я бы хотела, чтобы он знал про меня, это то, что мне не всегда надо, чтобы ты решал мои проблемы. Порой мне просто надо, чтобы ты выслушал меня, дал мне выговориться, дал мне побыть эмоционально. Я женщина, меня переполняют эмоции. И порой кто-то разозлит меня или сделает что-то. Поступит со мной плохо, допустим. Мне просто необходимо выговориться. Или у меня выдался плохой день, и я просто хочу поговорить об этом. Мне не надо, чтобы ты решал эту проблему. Мне не надо, чтобы ты шел и строил детей, делал им нагонять за то, что они плохо себя вели с мамой и тому подобное. Мне просто не всегда надо, чтобы ты решал мои проблемы. Это первое. Второе, что я хотела бы, чтобы мой муж знал обо мне, это то, что я медленно варка, а не микроволновка. Я думаю, он тоже сказал об этом в его видео. В народе говорят, что женщины это медленно варки, а мужчины в микроволновке. Мужчины заводятся на раз. И для них это нормально. Но женщины, большинство женщин, хотят прелюдии, длящиеся весь день. Они хотят, чтобы их не прекращали любить и напоминали об этом весь день. И флиртовали с ними. И для меня это очень трудно. Я говорю про себя, я не знаю про женщин в целом, но просто, чтобы трак-бах и счастлива. Иногда это играет, это может быть для нас большой проблемой, для меня, знаете, как женщины. Так что, как-то так. Не знаю, понятно ли вам. Другое, что я бы хотела, чтобы мой муж знал про меня, это то, что мне необходимо постоянное личное поощрение. А не просто, чтобы хвастались мной перед другими. Потому что он очень хорошо умеет это делать. Он всегда хвастался мной перед другими, знаете, на работе. И я потом об этом узнавала и все такое прочее. Я стала матерью через 10 месяцев после нашей женитьбы. Я действительно, действительно привязалась к ним, к детям. И как бы потеряла саму себя. Я потерялась, кто я такая, будучи женой и мамой. И я даже не знала себя на протяжении многих лет. А я такой человек, у меня такой характер, что мне необходимо постоянное ободрение. «Эй, ты хорошо поработала сегодня». Или «Я просто горжусь тем, как ты управилась детьми». И мелочи в таком роде. Я не говорю, что он этого не делал. Он делал. И о том, что, возможно, мне нужно было этого больше. Я не знаю, я просто чувствую, что я хотела бы, чтобы он это знал про меня. И, возможно, я призналась бы в этом и просила бы. Это просто чуточку помогло бы мне, как я думаю. Другое. Это типа... Я не знала, надо или не надо. Но я скажу это. Я хочу быть частью твоего мира. Но я чувствую, что я не отвечаю требованиям. И чувствую, что я вторгаюсь в свое пространство. И мой муж годами... Я думаю, что это связано с темой о способах выражения любви. Его способом выражения любви было уделять полноценное внимание. И у меня были дети. И мне надо было управляться с хозяйством. И у меня были маленькие дети, нуждающиеся в моем постоянном внимании. И очень, очень трудно было уравновесить это с ролью жены. И как бы мне не хотелось быть частью его мира, мне дома, я чувствовала, что я больше необходима детям. И это был просчет с моей стороны. Это был дисбаланс. Так что это то, что я хотела бы, чтобы он знал. Что я хотела подпитывать его способ выражения любви. Но я действительно не знала, как. И я не чувствовала... Я чувствовала, что я буду помехой. И вот я думаю, что если бы он знал, что я хотела этого, он бы поощрил меня стать частью его мира. Опять же, никакой вины его в этом нет. Просто так это получилось. Так что выясните, мое напутствие вам. Узнайте, какие у вашего супруга способы выражения любви. Потому что это имеет огромное значение. Вникните в это. Способы выражения любви. Есть кое-что помимо пяти способов выражения любви. Не знаю, смогу ли вспомнить их все. Это полноценное внимание, подарки, физическое прикосновение. Не знаю, поищите их. Их легко найти в интернете. И это поразило меня. Вы можете ответить на маленькую серию вопросов и определить свои способы выражения любви. И потом ваш супруг может сделать то же самое. И вы сделаете это вместе. И это действительно проясняет многое, чего вы даже не подозревали о своем супруге. Мы не знали 25 лет, наверное, что у нас вообще были какие-то способы выражения любви. Но потом, когда мы выяснили, что это такое, это очень логично. Как мы откликались друг на друга. И как мы... Как я чувствовала себя любимой. Он чувствовал себя более любимым мной, когда я уделяла ему это полноценное внимание. И тогда, когда... О, слова одобрения были моими. И он не знал этого. И я подпитывала его словами одобрения все время. Я оставляла ему записочки в ланчбоксе. И постоянно говорила ему, как он хорошо работает. Но... И он любил то, что не было его способом выражения любви. Он больше любил, когда я больше уделяла ему полноценное внимание, чем, когда я писала ему записочку. Это понятно? Так что нам свойственно говорить с другими людьми на своем языке любви. Но нужно узнать, на каком говорят они. Как-то так. Последнее, что мне приходит на ум. Никогда не прекращай добиваться меня. Я хочу, чтобы ты относился ко мне так, как если бы мы только встретились. И ты постарался завоевать меня. А для парня, они видят девушку, которую они хотят и решают, добьюсь ее. И вот они ухаживают за тобой и делают все, чтобы девушка влюбилась. И вот вы поженились, и парни решают. Окей, я это завоевал, дело сделано. Для парня это вопрос завоевания. И это то, как обстоят дела. И в этом сложность для многих женщин. Я слышу об этом. Что они чувствуют, что после того, как они вышли замуж, парень просто прекращает делать что-либо для того, чтобы завоевать их. Так. И Дуэйн говорит, что ты делаешь для того, чтобы завоевать их, то же делаешь, чтобы удержать их. Неестественно это делать. Ты завоевал что-то, оно твое, у тебя это есть. Зачем продолжать стараться? И я... Знаете, вы не столько ухаживаете, встречаетесь, сколько добиваетесь. И я думаю, это то, что, как я думаю, действительно важно в браке. И мы так делаем сейчас. Годами мы не добивались друг друга. Наш брак страдал от этого. Было тяжело. Но мы вернулись на свою стезю и добиваемся друг друга ежедневно. И вам надо узнать эти пунктики. Постарайтесь запомнить их. Почему я, собственно говоря, захотела ее. Почему я, собственно говоря, захотела его. Что привлекло меня. И продолжайте делать эти маленькие вещи. Продолжайте. Продолжайте добиваться друг друга. Всегда. Так что это были мои пять пунктиков. Я, наверное, могла бы привести гораздо больше, но я не стану этого делать на видео. Итак, это мое первое видео. Посмотрим, как оно пойдет. Я надеюсь, что оно было полезно. Мы постараемся еще подбросить материалы. Я хотела начать это со своей стороны. Школы, конюхо, сухого ручья. Но этого не происходило по причине занятости школы. Так что я надеюсь кому-то помочь. Возможно, молодым женщинам или молодым мамам. Потому что я вырастила семерых детей. Они все уже самостоятельные. И вот я буду передавать то, что я знаю. И мы посмотрим, как оно пойдет. А пока я бы хотела сказать, как я всегда говорю. Будь мужественным. И будь милосердным. Увидимся.